Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, подпишитесь. На нашем канале вы найдете большое количество интересной информации, видеообзоров автомобилей, как в формате тест-драйва, так и в формате обзора снизу, с подъемника. Мы продолжаем нашу серию роликов на тему, куда смотреть при покупке того или иного поддержанного автомобиля. И в нашем сегодняшнем ролике мы хотели бы поговорить с вами об автомобиле, который является достаточно экзотичным на вторичном рынке. Несмотря на то, что, будучи новым, он продавался весьма неплохими тиражами. Встречайте! Саньонг Актион, 2013 год, второе поколение. Данная генерация Актиона, кстати, на корейский рынок он поставлялся под названием Каранда, появилась на рынке в 2011 году. До 2013 года автомобили выпускались в дорестайлинге, в 2013 году прошли рестайлинг и стали выглядеть так, как наш сегодняшний экземпляр. К сожалению или к счастью, компания Саньонг покинула наш рынок в 2015 году. И, соответственно, Актион в данной генерации продолжает выпускаться и поныне, уже, естественно, в обновленной версии, но на наш рынок официально уже не поставляется. Давайте посмотрим на этот автомобиль и разберемся, стоит ли рассматривать такую машину к покупке на авторичке и, если да, то по каким причинам. Актион второй генерации продавался на российском рынке с двумя вариантами моторов. Бензиновый 149 лошадиных сил и дизельный двигатель в двух вариантах мощностного исполнения, в зависимости от комплектации и типа трансмиссии, с которой он агрегатировался на 149, также и 175 лошадей. Кроме того, машины предлагались с передним либо полным приводом, коробка передач могла быть механической либо автоматической. По традиции, в начале обзора пару слов нужно сказать о кузове и качестве ЛКП. Большинство, отсмотренных нами Саньонг Актион, имеют слой окраса в микронах от 90 до 140, то есть слой этот не толще и не тоньше, чем на большинстве японских корейских аналогов. Но, тем не менее, как показала практика, ЛКП Саньонга вещь достаточно нежная. Пескоструй, камни, сколы, все это не проходит бесследно для автомобиля и, естественно, к возрасту 5-6-7 лет эти машины успевают покрываться сколами. Если начать искать информацию по Актиону в интернете, то зачастую можно увидеть, что очень большое количество статей, посвященных данному автомобилю, акцентируют внимание на не очень хорошей стойкости кузова коррозии. Дескать, гниют и гниют очень сильно. Причем, самое интересное, что опыт владельцев этих автомобилей зачастую данные тезисы не подтверждает. На практике, хотя Актион и не очень частый гость у нас на продаже в RDM импорт, но гнилых Актионов нам доселе не встречалось. Причем, речь идет как об автомобилях 2011-2012 годов выпуска, то есть до рестайлингов, так и 2013-2014 года. Но на всякий случай, все же при осмотре своего поддержанного экземпляра, обращайте внимание на такие абсолютно стандартные для любых автомобилей вещи, как нижние кромки дверей, район пятой двери. Также обратите внимание на то, чтобы у вас не цвели пороги, а кромка крыши в районе лобового стекла. Также обратите внимание на тот факт, что подкрылки на Актионах не во всех местах полностью прикрывают кузов, поэтому также внимательно с фонариком осмотрите на предмет коррозии колесные ниши. Из особенностей, характерных конкретно для данных автомобилей, для данной модели, стоит отметить попадающийся периодически выход из строя исполнительных механизмов дверных замков, поэтому при осмотре поддержанного экземпляра обязательно проконтролируйте их работоспособность. Такие случаи на нашей практике встречались. Теперь поговорим о двигателях, которые ставились под капот Актиона. В нашем случае это бензиновый мотор, представляет он собой рядную четверку с чугунным блоком, объем его 2 литра, мощность 149 лошадиных сил. По современным меркам, по конструкции, данный двигатель простой, если не сказать примитивный. Здесь всего один фазовращатель, классический распределенный впрыск топлива, никаких ТНВД, никаких модных форсунок высокого давления, здесь ничего этого нет. И надо сказать, что по части ресурса поршневой группы данный двигатель держится молодцом. Таких проблем с задирами, которые встречаются на двухлитровых двигателях от Kia и Hyundai, на данных моторах не бывает. Каких-либо характерных проблем по данному мотору по части течи конкретно нет, но попадаются, конечно, двигатели, где бегут прокладки клапанных крышек. Также нет-нет, иногда бывает, встречается запотевание по прокладке ГБЦ, иногда она даже течет. Но это прокладки, в любом случае, рано или поздно их придется поменять. Данный мотор можно было бы назвать образцово надежным, если бы не одно очень-очень большое «но». И это большое «но» относится к механизму привода газораспределительного механизма. В механизме ГРМ здесь использована цепь. Цепь эта тонкая, однорядная и изначально ресурс оригинальной цепи ГРМ на данных моторах крайне редко превышает 50 тысяч километров. Причиной такого низкого срока службы цепи привода ГРМ, помимо качества изготовления самой оригинальной цепи, пожалуй, можно назвать и гидравлический натяжитель, который не имеет фиксированных положений. Соответственно, раз в 50 тысяч километров при появлении первых признаков растяжения, а именно лязг при запуске, на данных двигателях цепь ГРМ подлежит обязательной замене. И хорошо, если еще не вместе со звездами, которые здесь достаточно маленькие и также достаточно быстро изнашиваются. Вариантов решения этой проблемы собственники, эксплуатирующие Актиона, уже выработали достаточно. Один из, наверное, наиболее распространенных – это замена цепи ГРМ на данном двигателе на неоригинальную, в том числе на склепанную из УАЗовских, например, цепей от моторов ЗМЗ. Также зачастую меняется сам гидравлический натяжитель, например, на натяжитель ИВЕКО, который, в отличие от родного, имеет, во-первых, фиксатор положения, что изначально уже убирает многие риски, связанные с провисанием цепей, например, в момент, когда давление масла еще недостаточно при холодном пуске и так далее. И, в общем-то, ресурс механизма ГРМ после переделок можно назвать приемлемым. Он увеличивается где-то до 70-80 тысяч километров. Однако, какая бы цепь у вас не стояла, к пробегу 100, скорее всего, вам все-таки придется обновлять звезды также. Что касается ресурса навесного оборудования на данном двигателе, то здесь все, в принципе, предсказуемо, каких-либо сюрпризов оно не преподносит. Да, были единичные случаи выхода из строя генератора, также были случаи выхода из строя компрессора-кондиционера, но какого-то очень уж массового характера данные проблемы не носили. Подводя итог по бензиновому мотору, если на вашем автомобиле уже решили проблему привода ГРМ, поменяв на нем цепь, то, скорее всего, ближайшие 50-60 тысяч километров пробега вы эту машину можете эксплуатировать совершенно без проблем. Опять же, данная проблема бессимптомно не появляется. Если вы услышали лязгание из-под капота при запуске, цепь начала тарабанить, ну, соответственно, пора бы ей заняться и желательно сильно не затягивать. Но, опять же, повторимся, по части поршневой группы на данных моторах все в порядке. Что касается дизельных двигателей на Саньонге, сюда устанавливался двухлитровый четырехцилиндровый турбодизель с обозначением D20DTF. Данный двигатель развивал 149 лошадей в варианте с механикой, 175 в варианте с автоматической коробкой передач. Что можно сказать про дизель? Из недостатков на данных моторах можно отметить весьма требовательную качество топлива, топливную систему. Турбина на дизелях не очень ресурсная, опять же, порядка 100 тысяч километров она отхаживает, дальше может начать подкидывать масло. И вообще, если вы рассматриваете для себя дизельный вариант, то желательно, конечно, перед покупкой произвести тщательнейшую диагностику. И второй момент, если вы не убежденный дизелист и все-таки выбираете между бензином и дизелем и надеетесь на дизель сэкономить, посчитайте, примерно во что вам может обойтись ремонт топливной системы на дизельном двигателе на Саньонге. Возможно, экономия на топливе того стоить не будет. Теперь в том, что касается коробки передач. По механическим КПП на Саньонгах особых каких-то нареканий нету, но имейте в виду, если вы берете машину с механикой, на таких автомобилях производитель применяет двухмассовый маховик. То есть это не просто чугунная болванка, как на старинных автомобилях. Двухмассовый маховик это уже достаточно сложное изделие. Суть даже не в том, что оно сложное. Суть в том, что двухмассовый маховик к большим пробегам имеет свойство выходить из строя. Соответственно, при каждой второй примерно замене сцепления данный маховик подлежит замене. А цена его, на секундочку, начинается от 50 тысяч рублей. Соответственно, если вы смотрите машину с механикой, симптомы кончины двухмассового маховика могут выражаться как в вибрации, так и в ударах при переключении передач в основном. Знаете, что менять маховик с заменой сцепления, ну, это не 3-4 тысячи рублей, а, в общем-то, скорее всего, все 60, а то, может быть, и 70 в нынешних реалиях. Что касается автоматических коробок передач, меньше всего придется рассказывать про автомат на бензиновой версии. Да, коробки на бензине и дизеле стоят разные. На бензиновом автомобиле стоит корейская коробка передач. Это обычный гидромеханический автомат, 6 ступеней. Такой же устанавливался на Hyundai AX35. И эта коробка в связке с двухлитровым бензиновым двигателем агрегат практически беспроблемный. Особенно, если сравнивать его с шестиступенчатой КПП на дизеле. Это также изначально корейская коробка, к доработке которой приложили руку австралийцы. Данная КПП носит индекс М11. И надо сказать, что по отзывам самих владельцев Саньонга, которые, как правило, в общем-то, любят и всегда готовы грудью встать на защиту репутации своего автомобиля, шестиступный автомат на дизельной версии не отличается действительно большим ресурсом. Случаи ремонта данных коробок на этих автомобилях происходили как на 60, но львиная доля приходится на пробег 120-130 тысяч километров пробега. Первым, конечно, из строя выходит гидроблок, соленоиды. Соответственно, следом за собой это все тянет. Проблема уже непосредственно с ленточными тормозами. И далее по цепочке уже с фрикционами. То есть переборка данной коробки, это также не бюджетно, это свыше 100 тысяч рублей в нынешних реалиях. Поэтому, если вы смотрите принципиально дизельный автомобиль, то лучше остановить свое внимание на механической трансмиссии. Пусть вам и придется достаточно часто работать рычагом переключения передач, зато это всяко будет дешевле. Залогом долгой работы вашей автоматической коробки, как и на большинстве других автомобилей, является регулярная смена масла раз в 40-50 тысяч километров вместе с фильтрами. Что касается подвески Актиона второй генерации, то подвеска эта получилась по меркам кроссоверов достаточно комфортная, достаточно мягкая, но ждать от нее ресурса подвески Pajero Sport или Land Cruiser 100 вряд ли надо. И по традиции самым слабым элементом подвески в данном случае являются требующие замены раз в 15-20 тысяч километров пробега стойки переднего стабилизатора. Связано это скорее не с конструкцией узла, а с качеством изначальных оригинальных комплектующих. Поэтому во многих случаях, кстати, на данном автомобиле это не единичный случай, замена комплектующих на неоригинал зачастую может порадовать вас большим ресурсом. Так на Актион подходят стойки стабилизатора от некоторых моделей Ford и Mazda. Также невелик здесь ресурс опорных подшипников стоек порядка 60-70 тысяч километров пробега до замены. Такие глобальные вещи, как, например, ступичные подшипники, как правило, требуют к себе внимания раз в 100-150 тысяч километров. Меняются они в действии в сборе со ступицей. Шаровые опоры на Актионе меняются отдельно, так же, как на RAV4, на Lexus RX и сами по себе стоят недорого. Особое внимание, что на передних, что на полноприводных автомобилях, при осмотре стоит уделить целостности пыльников шрусов, поскольку порванный пыльник шруса встречается на этих автомобилях достаточно нередко, а повлечь он за собой может уже замену всего привода в сборе, а вот это уже будет небюджетно. Также при осмотре автомобиля уделите внимание такому аспекту, как течь, и обязательно проконтролируйте, чтобы у вас не обижала прокладка головки блока цилиндров. Как уже было упомянуто в разговоре про мотор, данная проблема на этих автомобилях нет-нет попадается. Что касается рулевого управления, на саньонгах этой генерации попадаются две разновидности. Она может быть гидравлическая, может быть электрическая. Проблем с гидравлической рейкой, с насосом гидроусилителя руля до 200 тысяч километров, как правило, никаких не возникает. Ходят они исправно, долго. Что касается электрической рейки, то здесь есть какие-то проблемы и появляются. В большинстве своем они связаны с датчиками системы, а не с ее компонентами непосредственно. Что касается задней подвески, здесь каких-либо откровенно слабых мест замечено не было, но при осмотре автомобиля, особенно если вы смотрите машину полноприводную, конечно, стоит обратить внимание на то, чтобы у вас не бежали никакие сальники на редукторе. На актионах это актуально еще и потому, что на данных автомобилях, что передний, что задний редуктор, крайне чувствительны к низкому уровню масла, и такая эксплуатация способна очень-очень быстро довести эти узлы до замены. Соответственно, при осмотре поддержанного экземпляра убеждаемся, что редуктор передний и задний сухие, что не текут сальники приводов ни сзади, ни спереди, а после покупки в обязательном порядке меняем в редукторе масло и выставляем его по уровню. Что касается системы полного привода, то на актионах реализована классическая система с электромагнитной муфтой. Соответственно, в базе автомобиля у вас переднеприводный, если муфта у вас работает в автоматическом режиме, то при пробуксовке передней оси в работу подключится задняя, также ее можно принудительно заблокировать на постоянку кнопкой из салона. Однако такой режим имеет смысл использовать только на бездорожье, в сложных условиях и до 40 км в час. При достижении большей скорости, либо при перегреве муфты, автоматика ее отключит. В целом, каких-либо особых нареканий данная система на саньонгах не вызывает. Итак, какие в общем выводы можно сделать по данному автомобилю? И стоит ли рекомендовать такую машину к покупке, либо нет? В целом, мы бы рекомендовали остановить свой выбор на бензиновой машине с автоматической коробкой передач и полным приводом. Будучи куплен в исправном состоянии, и такая машина прослужит вам достаточно долго, без каких-либо особо дорогостоящих сюрпризов. Но, если все-таки для вас принципиальный момент это дизель, и вы смотрите дизельную версию, постарайтесь купить такую машину в рестайлинге после 2013 года. На таких автомобилях компания Саньонг уже поработала над ошибками, получше стала ситуация с коробками передач, и также кое-какие проблемы по двигателю дизельному также уже были к этому моменту устранены. Также стоит сделать, касаемо этого автомобиля, одну ремарку. Большая часть проблем Актиона связана не с конструкцией, а связана, как правило, с не очень хорошим качеством изначально поставляемых на конвейер запасных частей. Соответственно, при обслуживании данного автомобиля есть некоторая рекомендация. Используйте качественные заменители. Скорее всего, они будут служить вам очень и очень долго. И забегая вперед, надо сказать, что если вам не чужд творческий подход к содержанию и обслуживанию автомобиля, то Актион для вас может оказаться как раз той самой возможностью получить в пользование современный, достаточно проходимый и экономичный кроссовер с очень хорошим набором опций, который будет стоить вам на 200-300 тысяч дешевле при покупке, чем аналог от японского производителя, например, Nissan Qashqai. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам интересен или оказался чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Также, если у вас есть саньон Коктион, вы эксплуатируете его долгое время, проехали на нем многие тысячи километров, и у вас есть что добавить или есть где нас поправить, пишите это в комментариях. Людям, которые рассматривают такой автомобиль к покупке, ваш комментарий может оказаться очень полезен. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели. Удачного вам дня. До новых встреч. Пока. Пока.